Один раз я его на Джузиан-Нью-Таун и везде повезла. Здесь не самые красивые виды. Пошли. Не, все равно круто, все равно круто. Я повезла его на Джузиан-Нью-Таун и в мои любимые там места вот такие вот. И он просто стал офигел. Говорит, я думала у нас Баку крутой. Не, Баку правда крутой. Он говорит, ну а здесь я просто привезла его на Джузиан-Нью-Таун. Привет всем привет привет привет. Ирочка поздоровайся со всеми. Это моя Ирочка, я у нее в гостях. Вот про кого я вчера говорила. Вот. Мы решили сегодня выйти и прогуляться по набережной. А вот. Какая красота. Я сейчас вам поверну и черпайте силу, энергию, море. Удачного вам дня, всем хорошего. Вот. Люди купаются, представляешь? Да, все еще купаются. Да, очень много. Вот, посмотри, там очень много людей. Такой песок, прям, Боже, как круто здесь. Круто, конечно, круто. То есть он классный коттедж. Тоже шикарные коттеджи, да? Да, там дальше пойдем, еще там будут интересные места. Сколько время у вас у нас в Жирань? Который час у нас, Ир? 12.29. 12.29. Ну, пол первого в общем у нас. Да, вот это шикарный дом в виде корабля. Конечно, шикарнейший дом. Наверное, шикарные квартиры большие тут. Посмотри, какое-то витражное вот под стекло. Посмотрите, какой у них забор стеклянный. Вот, забор стеклянный прям. Ой, не видно, блин. Вот этот вот, в общем, вот отсюда, вот она вот досюда, она стеклянный, у них стеклянный забор. Круто как. Все, буду сюда переезжать, Ирочка. Не, на Новый год сто процентов сюда приеду, сниму здесь квартиры, если не уеду, то... Там два классных отеля, во-первых, Харборд, она первая. А, Харборд, да, я вижу. А потом, да, потом, Меридиан китайский тоже. А, Лемеридиан. Лемеридиан вообще шикарный отель, кстати, да. Я в Пхукете всегда живу, в Лемеридиане. Вот, да, получается, здесь два пятизвездочника, а потом пошли уже такие попроще. Но очень классные, три коттеджи тоже очень классные. Крутые, да. Приветики, приветики всем! Жут же люди здорово, девочки, пишут. И вам желаю, чтобы вы жили, чтобы вы жили. Именно вот это вот слово «живут» и чтобы жить. Мы живем для того, чтобы жить. Вот. И это круто, надо жить, конечно. Потому что мы временные гости в этом мире. И ничего мы никуда не унесем. Надо жить, надо быть добрыми. И просто, я не знаю, у людей такое впечатление, как будто они думают, что они вечные жители на этой земле. И они вот копят, копят, копят. Такие материалисты, такие с ума с этим. И им кажется, что чем больше у них денег, тем они лучше, как люди. Но это ж неправда. Ну вот. Как чисто и красиво. Все говорят, что вау, что Китай очень грязный, да. Вау, так круто вот это, вот катамаранчики. Вау, какие крутые катамаранчики тут стоят. Да, сейчас сезон закрыт уже, поэтому все оборудование уже увезли отсюда. Боже мой, боже мой. Какое место ты меня открыла? Я Зору сюда привезу, обязательно, обязательно привезу мою Зориточку. Мне нравится тут вот этот дворик. Здесь очень много иностранцев, смотри. Hello. Посмотри, здесь очень милый дворик. И дальше там пошли. Пойдут тоже милые дворики. Посмотрите, как классно обустроено все. Да, шикарно, да. И мне вот эти вот витражные балконы так нравятся. И вот этот витражный забор. Прямо это вообще. Ой, какая красота. Здесь идет аллея такая, аллея любви. Там мне очень нравится на деревьях такие инсталляции. В прозрачных коробочках цветочки. Это понимаешь, ни одной инсталляции, вот они уже висят год. Я не видела, чтобы ее сорвали, хотя бы одну коробочку. У нас бы в России все давно бы оборвали. Да, нет, здесь нет, конечно. Мы сейчас пойдем там дальше. Я просто, я каждый раз, когда гуляю здесь, думаю, как так. Здесь гуляют тысячи людей и ни одна коробочка не оборвана. Да. Так, поверну к себе. Да, девчонки. Где такая красота? Как называется эта деревня? Это деревня или вообще что это? Все говорят деревня-деревня, а я вижу... Это мы так смеемся. Там, на самом деле, один район города Хуйчжоу. Хуйчжоу. Да, называется Country Garden или Silver Beach. Silver Beach. А, Silver Beach. Я слышала про Silver Beach. Это действительно... Ну, посмотрите, какой песок. Ну, какой тут Таиланд, господи. Вот тебе Таиланд. Вот такой песочек прям вот мелкий-мелкий-мелкий. Смотрите, мельчайший. Везде вот эти зоны обозначены для плавания. Катамараны. Все, что надо. Господи, какая красота. Да. Здесь у нас на самом деле можно с парашютом полетать, на кораблях поплавать. Шикарный яхт. У нас яхт-клуб свой есть. Очень шикарный. Шикарный яхт-клуб. Ммм, круто. А, яхт-клуб у вас есть, да, здесь? Да, да. О, у меня Светочка есть одна. Подружка с Екатеринбурга. Вот она тоже общается со всякими яхтсменами. И ходит вот в яхт-клуб. Очень многие нас здесь любят на САП-кататься. Доски. Прямо здесь очень много. Как там с вирусом все без масок? У нас нету вируса. Мы победили этот вирус. Вот. Ну, если маски носим только в транспорте, это в знак уважения другому человеку. То есть маска не защищает. Они это очень хорошо понимают. Но таким образом мы выражаем уважение другому человеку, который рядом идет, чтобы ему, ну, на него не чихать, не дышать на него. Вот это такая некая... Ну, я как-то еще раз повторюсь, что некий такой культурный окрас придали ношению маскам в Китае. Вот. Таким образом я очень близко сижу к этому человеку или стою рядом с этим человеком в транспорте. И чтобы на него не дышать, не чихать, не кашлять. Но поскольку они все равно боятся, как бы вот мы одеваем маски, ну, в основном транспорте. А на улице уже многие ходят без масок. Вот четыре человека идут сейчас. Вот два из них маски, два без. Вот. Вот. Это уже по собственному желанию. Да. Какой-то новой моде уже смотрят. Да. Ну, как бы, да. Уже модно ходить в масках, да. У него дворик тоже. Ой, такой дворик классный, да. Обустроились. Здесь двухэтажные, я думаю, вот эти вот коттеджи. Ну, это... Четыре этажа. А, четыре этажа, да? Сейчас просто убрали здесь. Все дворы обычно обустроены, но уже на лето. Лето закончилось, и сезон закончился. Опять и мы все. И чем? 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 Цены. Цены говорят, они покупатели. Клиенты приехали, короче. Да, сейчас вот новый у нас новый гарден строится. А, вот он новый гарден строится. Голубое небо. Глускай. Да, они там сейчас как раз начинают оборудовать пляж. Вот эту аллею, она уже принадлежит Глускай тоже. Они уже все деревья давно засадили, все инсталляции уже поставили. Ну, вот хотя еще гарден достраивается. Ну, строят с огромной скоростью, просто за год, скорее всего. За год, за полтора. Ну, это в Китае. Да, за год, за полтора. Ну, хорошо, за два. Не буду урать. От основания за два года практически они выстроили его. Весь райончик. Да. Так, ну что, господа. Задавайте вопросы, давайте общаться. Я не очень люблю вступать в монолог. Я люблю диалог. Вот. Боже, какая красота. Welcome. Welcome to Silver Beach. Спасибо. Очень интересно. Да. Ну, повернуть вам камеру или вы хотите на меня смотреть, или я просто поворачиваю. Давайте, поверну вам камеру. И смотрите на эту красоту и вот морскую. У моря вообще очень сильная энергия на самом деле. Вот. Черпайте энергию. Хе-хе. Хе-хе. Какая температура? Вот сколько градусов сегодня, Ерочка? Как ты думаешь? 26-27. 26-27, да? Ну, сегодня пасмурный день. Вот так вот, посмотри, не видно. Вот там вдали это горы. Когда не пасмурно, там этих гор прям видно четко-четко-четко. А где мой город, где вот у меня фабрика была сечен? Где-то где? С ту сторону. В другую, да? То есть это недалеко отсюда, классно? Очень, да. Очень близко. Очень близко сечен, да? Ну, в 40 лет. Ну, может быть, максимум час. Ну, я в Сеченге жила, а потом был Ту Янг, а потом был Кучонг. У меня фабрика была в Кучонге. Это же хорошие дворики. Ну, в нашем гардене не такой был. У меня все очень доступно. Здесь просто китайцы приезжают. Такие есть, конечно, очень пафосно китайцы. Это, на самом деле, такой достаточно дорогой райончик. Ну, и вообще здесь доступное развлечение ездить на море в хороших отелях жить. Ну, да. С семьями, с бабушками, с дедушками. Нет, но сейчас, девочки, акция в Широтон за 700 юаней на двоих с завтраком и с ужином. Горячими источниками. И с горячими источниками. Вот мы с Сирой пойдем и обязательно Зору тоже приглашу. Я обязательно Зору тоже приглашу. Вот. Видишь, коробочки. Да, да, да. Вот. Какая красота. Да. И ни одна не сорвана. И ни одна. А, ну что, они горят или нет? Нет. Не горят? Ну да, красота какая. Да, да, да. Какая красота. Во, везде. Прям по городу Нева, какая красота. По всей аллее. Да, по всей аллее. Да, по всей аллее. Инсталляции. Одна сломалась, но за весь год одна. Вот одну вижу сломану. Да. И я поэтому потому что... Донышко оторвался, видимо. Да, да, да. Не вижу. Что никто... Вот, их три штуки здесь висят, здесь несколько штук большие и маленькие. Возможно ли там сорвало. Да. Можно ли там сорвало? Да. Штормы регулярные. А, ну да, поскольку здесь море. Вот это уже другой гарден, да? Да. Вот по-другому называется. Я вижу вот название. City of Sky. В городе его. City of Sky. А, City of Sky. Ой, какая красота, то, что вот эти висят, прям я не могу. Так. Мои хорошие, задавайте, задавайте, задавайте вопросы. Доброго дня вам и тому, кто с вами, Марина Тристанна. Анета, о, Анетка веселого-то с Иркутска. Вот. Анета, спасибо. Ирочке я передам, передала уже. Иркутску привет. Иркутску привет, да. Да. Да, этот гарден будет вообще нечто. Особенно угловые квартиры. Посмотри, какой угловой большой балкон там. Это будет нечто, я думаю. Наши уже русские многие здесь облизываются и ходят. Ага, я бы вот эту квартирку сняла. Я бы вот эту квартирку сняла. Прикупить, конечно, дороговато для русских, но арендовать нормально. В Китае, кстати, очень большой разрыв между ценой на квартиру и ценой на аренду. Да. Цена на квартиру очень дорогая. А, аренда не очень доступная. Да, очень доступная аренда. Самая низкая цена какая здесь, как ты думаешь, на квадратный метр. А в продаже? Не меньше 10 тысяч долларов, я думаю, квадратный метр здесь, не меньше. Если ты хочешь продажа, надо узнать. Да, покупка, я думаю, что не меньше 10 тысяч долларов. Потому что, да, это так дорого, что я даже уже не смотрю. Раньше смотрела еще, думала, чтобы прикупить здесь квартирку. Сейчас пока, пока сейчас не смотрю, потому что реально очень дорого. Очень дорого. Очень дорого. Здесь квартира, это самая... Вообще Китай очень дорогая страна. Самая, одна из самых дорогих. Ну, здесь как в Лондоне примерно. Но здесь легко заработать деньги. С другой стороны. Легче заработать, чем в России, конечно, сто раз. Однозначно. Мальчик, добрый. Здесь, в отличие от России, здесь просто уровень стресса, меньше. При том, что мы в чужой стране, уровень стресса гораздо меньше, потому что... Плюс 25, это сказка, у нас утром минус 10. Здравствуйте, Марина Трестановна. Привет, привет, когда в Москву. Что мне делать в Москве, когда у меня здесь такой рай? Я в раю. Единственное, пускай Таточка с Бетечкой сюда приезжает. Марина, скажи, пожалуйста, как город называется и от Гонконга. Далеко, нет, недалеко от Гонконга. Как раз очень близко к Гонконгу. Город называется... Хуй-Джоу. 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 Анютка заболела, отругайте ее, не слушается. Анютка, come down. Слушайся нашего брателла. Мы сейчас немножко строительную зону за фотографии. Ну да, это все. А, ну вот это вот, блузка и строят вот здесь вот. Круто все. Даже это очень интересно, даже вот это вот вдохновляет. Вот эта вот естественность. И все равно, посмотри, как круто все сделали. Вот вроде строят все, но никогда дорожку, да. Все заборчиком, огорожено. Огорожено заборчиком, да, все. И никакого строительного мусора, в общем, здесь не стройка, стройка никакого дискомфорта. Они приносят не шумом своим, они строят это очень бесшумно. А строят китайцы? Интересно просто. Ну, китайцы, да. Конечно, китайцы строят. Марина Александровна, а почему тата ваша не работает, а сидит в содержаниях? А на каких содержаниях тата сидит? Вы что, упали что ли? Вот с чего вы вот это вот все берете? Тата как раз работает. У нее столько съемок, у нее столько рекламы. Как это не работает? Если она не пашет, как вы пашете, то есть она уже не работает, да? Вот. У каждого живет разная работа в этой жизни. Вот дают люди, а. Хочу туда, где уровень стресса намного меньше. Вот что меняет. Вот вы меня прямо с языка сняли, я это никак объяснить не могла. Что мне в Китае нравится? В Китае у меня уровень стресса просто вот на очень низком уровне. Практически его нет. Вот. 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 И как ты вчера сказала, моя полиция меня бережет. Это здесь, вот это вот здесь прям, ну я не знаю, настолько это вот применимо, это вот действительно правда. Да. Здесь прям вот никто тебе не причинит неудобств, а все тебя защищает от того, чтобы тебе была спокойная жизнь, только ты должна соблюдать законы, конечно, этой страны. не просрачивать там визу, вовремя ходить там, продлевать визу. Ну и есть там. Что у нас? Даже никаких ограничений. Вот. Вроде про карточек говорили в банковских, а я прекрасно пользуюсь, у меня все нормально. Да, мне иногда кажется, что у иностранцев в Китае больше прав, чем у китайцев в Китае. Потому что к иностранцам такое лояльное отношение. Да, да, да. Любят, иностранцев здесь любят очень. Да, да. И везде такой зеленый цвет. Конечно, есть некоторые там неудобства, ограничения, может быть, социальной политики. Да, 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 да. Может быть, не такие выгодные страховки. Нет, нету, как их стороне. У нас нету абсолютно, вот, нету никаких, вот бесплатно, здесь ничего не сделаешь. Если у тебя нет денег, ты здесь пропала. Да. Но дело в том, что так, о, в Китае быть не может, быть или совсем тупым чтобы без денег остаться люди даже без денег и то есть как-то вот прям месяцами держится да потому что здесь очень вот ты можешь пойти в ресторан обможешь поесть за 12 я не за вот просто выйти на улицу и за 12 ты не представляешь да одинаково вкусно да я я например вот пристрастились у нас внизу делают пол за полтора я не стоит не потому что денег нет или что я что на себя экономили на тебя вообще не экономлю вообще-то экономия то не мою но я мне так они нравятся и есть сяомей которые варится вот когда варится вот это сильные голени их же варят в этом в каком в воде вот в этой соевой воде да потом да а потом значит вот эти остатки вот это вот этого мяса они добавляют в рис и его как пельмен заворачиваю какая вкуснятина ты даже не представляешь это стоит полтора юани соевое молоко это такой завтрак я просто обожаю это просто безумно вкусный завтрак а вот ну или ланчик можно сказать потому что я утром не завтракаю но и с удовольствием это у меня обходится 11 иногда и это действительно реально вкусно очень вкусно да я предлагаю спуститься к воде снять обувь и такая вода сейчас шикарная давай по пляжу можно конечно вот мой дом уже да пойдем пойдем давай я здесь сниму вот давай я здесь сниму или как где или там старая часть здесь тоже готовятся уже стройки готовят у нас и территории заканчиваются сам лету стройку а это парковка будет секретарь марины что-то ты не спросила ты утвердила во первых вот это вот то что у тебя в голове то что ты откуда-то взяла свои здравствуйте здрасте 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 да мы сейчас разговаривали до 6 утра до 6 утра не знаю как ты хочешь как ты скажешь пока 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 ой такие грибочки вам также всего хорошего сейчас конец какая красота сейчас сезон закончился да твой garden конечно круче какие дома вот то что я люблю вот это вот пафос 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 стиль ампир да 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 стиль ампир этот вау как я люблю вот эти вот всякие вот такие балькончики да вот этой вот грибочки как здесь мне пляж больше нравится чем-то но у нас тоже вот когда я жила вот в этом сучонке у нас такие вот были тоже грибочки уже стиль рулит а здесь у нас такой классик да здесь классика да прям супер вау какие заборы интересные так круто я представляю как тут красиво ночью мне нравится что в китае у них очень популярны да вот это высотное жилье высотные дома и плюс гарден и такие вот по человеку до раза перемешаются но так тоже вот витражные вот это посмотрите вот снять пожалуйста дом здесь же у моря квартиру допустим до квартиру на большую карму тоже да такие вот туда вход вот такой но это наверно безумных денег стоит этот дом нет а дом до аренда вот здесь стоит наверно около 8 9 8 9 тысяч на месте нормально понимаешь вообще на гробный здесь может несколько человек жить здесь наверно в спален 6 8 не меньше здесь разные дома по размеру вот летом можно приехать и вот здесь отдохнуть почему нет 4000 на двоих взяли вот этот коттедж по 4000 рублей я не но в таиланде стоит студию 500 долларов я уже как ты задам 500 долларов круто просто возможно летом сезон на сезон может быть да может это это наверное годовая когда аренда вот тогда наверно такая цена наверняка не так летом я тоже так думаю да ты знаешь все равно доступно я смотрю китайцы компаниями приезжают на выходные на выходные очень много народу в пятницу до воскресенья очень много здесь людей а здесь кстати специфика нашего района здесь фотосессии такие свадебные фотосессии у нас дефилирует постоянно с утра до ночи вот эти вот свадебные фотосессии очень красиво такие шикарные платья такие шикарные образы осминут посмотреть сейчас современном китае все все надписи дублируется на английском обязательно да везде у нас есть близость конечно гонконг у нас очень много здесь квартиру выкупается гонконг сами домов квартир они сюда приезжают как на дачу с пятницы до воскресенья они задыхают делать что ли нечего на свое настроение портить всем разбираетесь как будто в чем-то идете смотрите тех кто пироги печет а они журналы в общем кто-то мне гадость написала все напали на нее ой 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 ну про тату что она типа того что на еждивене живет на каком еждивене она работает бедненькая сама все оплачивает все свои знаете что очень много бывает особенно у медийных личностей но всяко-разно я не знаю что только не придумают как это не бывает конечно же бывает вам бы дататы вот такие которые вот такое пишите вам дататы пилить и пилить знаете да и человечности да и вообще вот да да и способностей но вы просто вот компьютерный какой-то вот мышь сидишь за чужой интересной жизни наблюдаешь и чего-то обсуждаешь вот кто ты такая чтобы вот так яро утверждать что дима без огня я своего ребенка лучше тебя знаю и желаю чтобы у всех моих родственников все все чтобы были такими как тата тата очень хороший человек и надо мне тут писать давайте я заблокирую просто ужасно вот ужасных вещей пишите и не боитесь бога просто небо дима без а что что она делает что на у кого она на иждивение у вас что-нибудь она попросила она что-нибудь у вас заработала какой-нибудь его она вас обманула как-то вот она медийная личность вы какую-то копейку и перевели чтобы вот же вы почему такое пишите бог вам судья бог вам судья вот и все что я могу еще сказать вам а я вас заблокирую сейчас вы просто не человек а я не знаю почему у вас возникает такое желание верить я вот вижу людей я в них только хорошие вижу потому что каждый человек зеркало своего да а вы видите людей видите плохо плохое вы не увидите тату вы ее не знаете вы говорите в этот момент про себя какой вы человек на самом деле потому что другого вы не знаете и вы знаете только себя но теперь уже до свидания попрощаемся перышко тебе в задницу до свидания гудбай дарлинг да есть люди зависненько ты знаешь я иногда и там пыталась читать про китай а там какой китай я знаю я знаю китай очень позитивно очень да я знаю китай да я тоже давно не знаю а я эту красоту вижу я вижу прекрасную полицию я вижу я вижу оружие у меня прекрасные отношения до мир прекрасный ну вот потому что вы прекрасная потому что вы прекрасная бабичева это вы значит прекрасная поэтому вы видите прекрасный мир а у кого в душе просто от они вокруг видят только от они не видят красоту они не видят ничего хорошего они не могут они не умеют у меня есть принцип который мне рассказала моя подруга в тяжелое время для меня она сказала я стараюсь чтобы сохранить психику я стараюсь хорошие видеть плохой не замечать я этот принцип вообще для себя по жизни я хорошее вижу плохое стараюсь не замечать можно вот так пройдем и это очень помогает по жизни на самом деле но что мы чувствуем это наши вот все наши чувства это а про нас я то чего я не знаю я не знаю я как могу я как могу увидеть то что я не знаю я как могу в другом человек это увидит вот я разве всех позитивными хорошими людьми там если прямо явно не покажут свое вот это вот я да 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 другую сторону мне кажется что то же человек не способен на гадости на каких-то подлости сейчас пойдем смотреть на вид из окна пойдем ой какая красота вот вот напоминает припьи вот когда в навсегда такое мы жили в этом холидей зорой и вот там уголочек вот так у них тоже каменный здесь у нас есть песочный пляж а здесь сейчас мы пойдем на каменный пляж на любой вкус здесь очень у нас любят фотографироваться очень классные инсталляции есть для фотосессий с этого и было начинать на видимо поклонница ольги это ольгины ольгины поклонницы прибежали вот сразу видно ваш уровень кто вы скажите кто ваш друг я вам скажу кто вы сразу я вам говорю кто вы у нас смотрю конечно между на побережье какие маски здесь на улице мы же не в транспорте хотя некоторые еще по привычке да 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 ну и так с поляковой кушайте записки что вы тут забыли мои мои фанаты напали на анжела моя любовь моя красавица у меня есть одна подписчица просто такая красавица я же зря покажу как она занимается йогой боже такая красота светлана орлова зачем вы здесь сплетни говорите идите туда откуда пронесли грязь да знаете это мудрость такая китайская если вам подарили под если вам подарили подарок если вы его не приняли кому этот подарок принадлежит задает вопрос учитель ученику он говорит тому кто принес понимаете ваша грязь принадлежит вам я его не принимаю простите и помолюсь за вас чтобы у вас все было хорошо чтобы вы что-то позитивное в жизни увидели что в вашей жизни все наладило что все хорошо было позже какая красота какая красота красивых сессий проводят на инсталляции разных целая индустрия вот посмотри другие сидят в этом сердечки как позже какая красота посмотри посуды сейчас поднимемся на этом лифте а ну вот вот на это по этой лестнице да да мы можем сейчас пойти туда обратно как круто это наши местные такси такие да я надо между гарденами ходит до местные транспорта мариночка людей жаба за не берите в голову но обидно когда я понимаю что люди просто ну просто от безысходности от злости это пишут но пусть у них в жизни все наладится господи чтобы они на людей не нападали чтобы в голову не проходило чтобы своим счастьем своему счастью радовались вот посмотри какая красота прям вот ну что же сказать вот на пляже вот так вот лежать и загорать вот какая красота просто нереальная посмотри сколько подушек тут это наверно закрывается когда вот солнце вечера до сих пор возвращаемся еще как озвучил а у меня лучше было нет и дети на тренировке сашки посидели поболтали а на пляже у нас будет сегодня встреча да все 15 где именно в чате в чате ваше хорошо так пришла тут поклонница сугроба но уже ее нету и гонит на тату овца марина перья раздают воскресенье пришла настроение испортит лучше бы на службу сходила злые дня вот именно почему дай потому что он хотел стать уж там он позавидовал позавидовал богу да и он стал падшим дьяволом черным зависть это самая страшная вещь кстати обстановка в китайского вид в россии разоболеваемости да очень очень сильными странное сравнение было не не правда ли зачем так реагировать на комментарии так ну да конечно зачем мне защищать свою собственную дочь какая-то овца что-то пишет плохое про мою дочь мне зачем на это реагировать конечно же не надо а зачем ты тут вообще мне чему-то учишь и лечишь вот вот зачем у меня встречный вопрос зачем я имею право на свои эмоции а ты зачем туда лезешь вот мета мне близкого человека обидели а вас что беспокоит нормальная реакция мама до учиться такие на своих детенышей на не тратьте свои нервы да господи на них я и не трачу перышко в задницу и до свидания как красиво у вас да здесь очень красиво спасибо и рачки вот пригласила меня в эту красоту окунула меня в эту красоту вчера нет отсюда я реально не смогу хотя я говорила что в церковь не смогу ездить в гонжу я так говорила все не смогу а я нашла силы я езжу косы почти каждое воскресенье а вот и просто все коммуникации очень скоростные поэтому расстояние там до 400 километров это ничего давай какая красота давай посмотрим на это вот давай покажем эту красоту когда уж ты поднимаешься с моря и вот устала присела вот под эту под этот навес можно боже какая красота боже как мне нравится но этот чистом китайском стиле конечно они любят вот такие в парках везде не строят вот эти домики до беседки здесь очень простоте да вот сейчас время обеда люди мы кушали просто завалились телефончиком сейчас поспят здесь же беседка да боже какая красота мы там просто по каменистому пляжу не прошлись но любящий посмотри крэйт ну куда мы дальше а возвращаемся да поднимите полицию а ты знаешь какой-нибудь ресторанчик здесь я тебя приглашаю пойдем нет я тебя приглашаю я тебя приглашаю меня уже пригласила сюда и столько наслаждения это ты со мной не спорт я хотела сказать про мой балкон мои окна как раз не центральный пляж это самое нет 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 дома больше нравится чем там да я хочу рассказать что это самое такое шумное место да по всем меркам центральный пляж посмотрели лифты прозрачные здесь вот вот на этом поэтому лифту поднимаешься и смотришь на море боже какая красота о май гад и в общем я хотела сказать что настолько тихо знаешь настолько культурно сколько китайцы уважают чужое пространство что даже в самый сезон самый пиковый сезон вечером тихо люди уважают то что люди другие люди дома я здесь динамика жизни другая в других местах не так это динамика а здесь какая-то вот своеобразная атмосфера вот скажу каждого места есть своя образная атмосфера улица ресторанов сразу же под моими там окнами у нас русские ребята открыли маленькую забегал кафешку такую кафешка совсем малюсенько они столько шума принесли вот эти вот вот последний год у них в коронавирусе полгода до назначили кафешку и но наши ребята наши ребята очень много шума понимаешь я просто почувствовала разницу когда китайские большие рестораны и от них шума нет и маленькая русская кафешка когда ночью мат ночью по прям до утра там знаешь веселуха музыкой до небес и никого не волнует что здесь целые огромные дома и целые огромные гостиницы стоят и люди мешают спать понимаешь разница культур девочки пишут спасибо что делите с нами красотой с удовольствием с удовольствием и желаю чтобы вот во всей вашей жизни присутствовала красота гармония мир в душе чтобы всегда попадали в те места где где вот вот в нету приносит огромное удовольствие огромное умиротворение огромное какое-то вот спокойствие какое-то а вот а это для души очень важно жить в спокойствии умиротворения когда душа вот не единственное конечно не бывает у каждой медали две стороны мне очень жаль что дети мои здесь а вот но они так выбрали так и очень нравится москва ну вот это ее выбор я и уважаю а вот ну я чем могу и помогаю а сидеть просто в москве я смысла просто не вижу ну не вижу смысла единственная да было бы здорово если бы у меня была такая же работа там как и здесь и еще и внучка была под боком но я молюсь и я надеюсь что они приедут ко мне и очень на это надеюсь да здесь для детей все 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 вот если ты работаешь в школе получаешь зарплату ты можешь за а твою карточку да забыла я же тебе не отдала карту до по электронным электронные замки ключи посмотрите какая красота живь невеста и сидят не фотосессии роман а давай вот просто заблокирую тебе вот целую это самое что просто джанку сами вы содержанки поэтому два километра из от своих домов и деревни делать не можете это вот потому что вы содержанки вас содержит и вы рабы а вот а мы свободные люди мы сами зарабатываем и мы кайфуем своей свободой аминь thanks god все я с вами прощаюсь поднимаемся домой а мы почему домой поднимаемся поехали в ресторан а ну давай 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 да нам не в реально мешает да 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 с лифта давай с лифта покажем людям этот вид да 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 я заблокирует романова я перышки раздаю сегодня перышки раздаю за сарказм и за ядовитость какой у вас подъезд боже мой в таком доме елизабет живет у нас уже наша подруга ссорой боже все из натурального камня и пол и все это же я это что за камень я шмали что это такое я не знаю я думаю что это искусственный скорее всего не это натуральный то что это натуральный я сразу отличаю натуральный камень опять забыла где мы в каком городе хуиджоу да хуиджоу тайко хуиджоу у них все на хуй простите сейчас посмотрим на с высоты на на пляж какая красота какая красота вау какая красота в других лифтах даже еще красивее в крайнем лифте там еще есть несколько таких лифтов там интереснее даже ближе ближайшим море море боже огромное ты знаешь как это море называется южно-китайское нет это виктория да да я даже не знал что курица да так привет он лучше нас здесь друзья остальные на это точно спасибо а не тряси камерой окей у нас китайские то есть по тишу набор очень очень интересно но он здесь более такая здесь разная публика очень давно нас прилично здесь очень приличная публика но китайцы тоже разные 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 кости для нас держать давайте мамочку не буду